Антона Венькова на станции переливания крови знают все. От уборщиц до главврача. Несмотря на свой юный возраст, Антону всего 25, он уже почетный донор. Кровь сдавал более 80 раз. Его третья положительная спасла не одну жизнь. Первый раз это было не в целях каких-то благого поступка, а просто за компанию со студентами, в студенческие годы, не думая ни о чем, просто за компанией, как бы говоря. А сейчас уже, когда ты видишь в больнице людей, приходящих и просящих кровь с твоей группы, у которых больные дети, родственники, людям перед операцией уже понимаешь, что это реально нужное дело. Лепчан, понимающих, что сдавать кровь – нужное дело даже не сотни, а тысячи. Причем все они идут на станцию переливания, чтобы помочь тем, кому это действительно нужно. Правда, стать донорами могут далеко не все. Требований немало. Вес не менее 50 килограмм, отсутствие хронических заболеваний. Накануне нельзя употреблять алкоголь и принимать антибиотики. Если все правила соблюдены и кровь приняли, доноры сам становятся здоровее, уверяют медики. Сдача крови считается такой же процедурой, как, допустим, пилинг для лица. За счет этого наступает обновление крови. А обновление крови, а так как кровь циркулирует по всем органам и системам, она стимулирует обновление и обмен процессом во всех органах и системах. Каждый день на областную станцию переливания крови приходит порядка 150 человек. В год они дают более 40 тонн крови. По статистике, чаще всего это люди от 18 до 50 лет. И почти 80% – мужчины. Около 6 тысяч сейчас у нас почетных доноров России. Эта цифра постоянно растет. У нас каждый месяц мы отправляем списки на награждения до 40 доноров. Вместе с заветным значком почетные доноры получают и привилегии. Они могут взять отпуск в удобное для себя время, рассчитывать на медицинскую помощь вне очереди. Также государством установлены ежегодные единовременные выплаты. Сейчас это порядка 12 тысяч рублей. Ольга Родина, Валерий Фаустов, Липецкое время.